Термоанимометр Прибор предназначен для инспекции вентиляции, воздуховодов, может использоваться метеорологами, авиаторами и даже, например, любителями серфинга. То есть всеми, кому потребуется оценивать параметры движения воздушных масс и прочих газов. Правда, этот прибор скорее подойдет для технических специалистов, ввиду достаточно большого размера, относительного обилия режимов измерения и наличия именно выносного приемника. Такой вариант исполнения делает измерения в труднодоступных местах, например, в вентиляционных каналах или отверстиях под потолком, гораздо более удобными. Итак, что имеет данный прибор? Само собой, измерять мгновенную скорость и температуру газа. В левом верхнем углу горит метка ВЭЛ, значит прибор готов к измерениям. Правда, сначала необходимо настроить его на отображение результатов в более удобных для нас единицах, метрах в секунду и градусах Цельсия. Поскольку изначально термонимометр настроен на футы в минуту и градусы Фаренгейта, в которых также способен производить измерения. Помимо мгновенной скорости температуры, можно измерять среднее значение за период измерений, до двух часов, а также минимальное и максимальное значение за такой же период. Переключение между этими режимами осуществляется кнопкой MIN-MAX. Можно делать замеры не только в одной точке, а последовательно в нескольких и сохранять их в памяти прибора. Для сохранения последнего измеренного значения предназначена кнопка HOLD. Рекомендую нажимать ее перед тем, как убрать приемник из потока. Еще предусмотрена возможность измерения воздушного потока, то есть количества воздуха, проходящего в секунду через определенную площадь. Величина определяется как скорость потока, умноженная на площадь, а значит измеряется в сантиметрах, помноженных на секунду. Для измерения нужно перейти в соответствующий режим с помощью кнопки MOD и задать значение площади, через которую проходит поток, который мы измеряем. Также доступна оценка минимальных и максимальных значений и сохранение значения в нескольких точках. Как и у многих других приборов марки AZ-Instrument, в 8901 существует возможность для подключения к компьютеру посредством интерфейса RS-232. Для этого предусмотрен разъем и можно выбирать в настройках скорость передачи 1200 или 2400. Это делает удобным сохранение результатов и построение графиков. Кстати, не забывайте при длительных измерениях отключать функцию сохранения энергии, которой снабжен прибор. Иначе он самостоятельно отключится примерно через 20 минут. И, наконец, о пределах измерения. Температура замеряется от минус 10 до 50 градусов Цельсия с разрешением 0,1 градуса и погрешностью в 0,6%. Скорость потока от 0,4 до 35 метров в секунду с разрешением 0,01 метра в секунду и погрешностью в плюс-минус 2%. То есть диапазоны достаточно широкие. Продолжение следует...